здорово беззубые бородатые мужики и те прекрасные кем они восхищаются спонсор передачи столицу сша атаковал хоккейный антициклон и льды там стали холоднее дала завершил домашнюю победную серию вашингтона из 15 игр и расстроенные кэпс сдули трехматчевое турне по тихоокеанскому побережью хуже всех чувствовал себя александр овечкин который не забивал в 10 встречах подряд чем ближе плей-офф тем страшнее становится вашингтону как классическом ужастике только вместо фредди крюгера апрель чепуха все сани нормально длиннющий сезон пройти без падов невозможно капиталс немного сдали перезагрузились и порвали лидера запада миннесоту угадайте кто забил это очень важная победа потому что именно сейчас вашингтону нельзя проигрывать формат плей-офф очень жесткий и если упустить первое место в дивизионе то можно уже в первом раунде нарваться на питтсбург или рейнджерс пингвины сильны и тупо обладатели кубка стэнли а рейнджеры начиная с 2012 года трижды заканчивали сезон овечкина и всегда с одинаковым счетом 4 3 а вот победитель метрополитен вытянет самого слабого соперника в первом раунде бостон созверевшим маршандом себя кажется обезопасил и на последнее место претендует три команды кандидат номер один голубой волшебному остону нужно привыкать к плей-офф ему там еще много раз выступать волшебный мы еще неделю назад выяснили кто волшебник никита кучеров закончил февраль хэт-триком а восьмимартовских матчах забил пять голов и сделал шесть ассистов весной обновивший состав обменами тампа выиграла шесть раз и прорубает себе путь плей-офф опытные молнии гораздо лучше зеленых канадских листов а дуэль овечкин и кучерова это вообще о чем тут вообще говорить если торонто влетает конвульсирующей флориде 2 7 лайтнинг будет в плей-офф сегодня ночью и посмотрим кто мужик лифт сыграют в тампе затем торонто поедет в гости к чикаго и бостону а завершит регулярку в апреле вашингтоном снова тампы питтбургом и коламбусом и иди застрелись рано это самый финиш чемпионата и лидеры метрополитен вполне могут поберечь силу и здоровье звезд торонто нужно рвать в конце марта и молиться чтобы монстры востока решили все задачи и просто забили на лифс самый благоприятный финиш у алендер за которых не хочется болеть но которых не стоит недооценивать целых два матча с нью-джерси легкие деньги сезон просто аховый четыре команды выдали 10 матчевые победные серии борьба за лидерство за плей-офф да даже за равновесие взлеты и падения инхаэловцев можно смотреть на известных телеканалах и сервисе евроспорт плеер в субботу вечером грязня за плей-офф в прямом эфире евроспорт один айлендерс будут не забивать бобровскому а во флориду ударят никитиной молнии помните важно же быть кровавым шпакет